На этой неделе у нас в регионе гостят олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и конои Александр Дьяченко и Юрий Постригай. В Алтайский край они приехали с почетной миссией поздравить краевую федерацию гребли на байдарках и конои с 11-летием. Мы воспользовались случаем и пригласили наших прославленных спортсменов поговорить о развитии этого вида спорта на Алтай. Друзья, приветствую. Добрый день. Ну что, давайте по суседству справа. Саша, расскажи, как ты попал в этот вид спорта, когда все началось и на сколько лет тебя затянуло? Да, началось все очень просто, в принципе, как, наверное, у большинства ребят, кто занимается греблей. Это, ну, первый тренер, сыграл большую роль вообще в целом в том, чтобы заинтересовать меня, привлечь мое внимание и, в принципе, чтобы, ну, вот, влюбить, так сказать, в этот вид спорта. Ну, я пришел очень рано, в 6 лет, поэтому у меня началось это путешествие вот с такого маленького возраста и не отпускает до сих пор уже вот там 33 годика и до сих пор не держит гребля и не дает мне спокойно жить. Я все время думаю и, как бы, люблю очень этот вид спорта. Юр, какая история у вас, с чего началось ваше путешествие? Я грибу и вижу, как я сплю и грибу, все это вместе делаю. Я начал заниматься в городе Екатеринбурге, мне было 10 лет, тогда мой друг сказал, пойдем со мной за компанию, я пришел с ним и так вот погрузился в этот прекрасный вид спорта, затянуло, засосало. По полной программе. По полной программе все происходило. И до сих пор профессионально занимаюсь этой деятельностью. С Алтайским краем как у вас произошло знакомство и какое первое впечатление было у Алтая? В прошлом году я, ой, в прошлом, в этом году мы были здесь, проводили как раз Алтайскую регату. По совместительству это было еще в рамках нашего кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов, пострюгая Диченко. И мне так понравилось столько зрителей, такая атмосфера прям спортивная, дух спорта, дух гребли и такой канал замечательный. О канале мы еще поговорим, да? Кто он? С языка снял, наверное. Давайте поговорим о турнире. Да, летом на Барновском Гребном канале прошел, наверное, самый крупный в международной стране турнир. Алтайская регата, кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Пасаргая и Александра Диченко по гребле на Байдарке Каноэ. Длиннющее название, но оно того стоит. Как так получилось, что соревнования, носящие ваше имя, прошли на Алтае? Ну, это такая получилась интересная коллаборация в плане вот с нашим кубком, который мы организовываем вместе с братьями Агеевым. И по совместительству с Федерацией Алтайской гребли в лице ее президента Юрия Венемича Шамкова решили попробовать что-то провести, нечто такое большое, глобальное. И это единственный такой большой международный турнир был по гребле на Байдарке Каноэ, куда приехало порядка 8 стран было участниц. И я считаю, что провели на высшем уровне, начиная от подготовки, заканчивая поддержкой зрителей. В принципе, для зрителей это все делается. И на самом деле дорогого стоит, когда ты приходишь и видишь эту трибуну, которая заполнена, и интерес, живой интерес у детей, у зрителей, у родителей к этому виду спорта. Это, конечно, подкупает. Ну, всегда, на самом деле, Алтайский край встречал соревнования с поразительной вот такой вот отдачей. И вот, начиная с первых соревнований, которые здесь прошли, это Кубок чемпионов, когда тоже сумасшедшая поддержка была местных жителей. Поэтому, да, вот как-то так. Ну, инфраструктура же тоже, наверное, зависит, да? У нас в Барнауле, в Алтайском крае шикарный грибной канал. Можно пару слов о нем? Сколько вообще он в топе среди спортсменов разного уровня? Ну, вот снова повторюсь, что здесь, конечно, условия созданы великолепные. То есть, это один из лучших грибных каналов в России, ну, также, наверное, в мире, потому что по красоте вообще, по оформлению, и с каждым годом это все лучше и лучше становится. Я же повторюсь, был в 2018 году, когда еще активно фаза стройки была, в принципе, все развивалось. И то тогда была красивая погода, это была осень, золотая осень, то есть, вот эта красота, в принципе, Алтайского края и грибного канала. А сейчас это уже, ну, гораздо, там, 10 шагов вперед сделали. Оформление грибного канала, оформление трибун, обводящие, обводной канал построили. То есть, это, ну, мега-такие сооружения, которые и затратны, и сложны в строительстве, потому что здесь и береговую линию укрепляют. В принципе, канал, конечно, ну, выглядит сейчас как конфетка. Юра, как вам грибной канал? Что можете отмечить? Здесь немаловажно, что телевизионная картинка хорошая получается, потому что, ну, удобный подступ как раз для телекамер и трибуны, которые заполняемы, есть удобное посещение, как раз зрители, они могут приехать, там, припарковаться. Да, надо где-то что-то доработать, какой-то, может быть, рейсовый автобус пустить, когда какие-то крупные старты проходят. Также можно, где основное русло, есть обводной канал. В нашей стране мало таких мест, где есть обводные каналы, а здесь как раз это важная такая часть. Так как на старт выходить, если по правилам международной федерации, то нужно обязательно иметь обводной канал. Но есть там тонкости, где бывает, там, чемпионат Европы, где просто на реке какой-то грибут. Вот. По вашему мнению, Алтайский край сейчас на какой стадии развития в этом виде спорта, как думаете? Ну, в лидирующих позициях, я считаю. Да. В России так точно, потому что уделяется большое пристальное внимание со стороны правительства Алтайского края, федерации, да. И это, ну, дорогого стоит. На самом деле, вот еще добавлю про грибной канал. Самый главный момент, что он соответствует всем нормам международной федерации, на которых можно принимать крупные международные турниры. То есть, и в том числе подтверждение, это Кубок мира, который проходил в 2021 году. Как дистанция, так и все вот эти вот правила, которые, ну, достаточно для многих стран сложно выполнить. Глубина грибного канала, ширина. Все соответственно. Те самые нюансы. Да. И поэтому здесь, конечно, в этом плане, ну, молодцы. Я говорю, и правительство Алтайского края, и федерации, они делают, конечно, максимально, ну, хорошие условия создают. И в том числе, вот, чтобы Алтай, это был такой центр, центр развития гребли. На сегодняшний день в России, наверное, ну, один из, ну, лучших, потому что по оснащению, по всему остальному, по материально-технической базе, это, конечно, ну, супер место. За последние годы наших алтайских гребцов, их профессиональный рост, да, их развитие отмечают другие федерации из других регионов, где вот гребля была развита еще вот давно-давно-давно. Как думаете, за счет чего вот такая оценка, такое мнение, что сейчас уже из года в год алтайские ребята на первых страницах, давайте так назовем? Тренер, тренерский персонал, ему важно сплотить коллектив, набрать этих ребят, плюс как-то мотивируют, подключают родители и делают все, чтобы условия были хорошие, чтобы людям, спортсменам было комфортно, четкая методика подготовки. И через какой-то период времени как раз происходит вот этот рассвет у спортсмена, там, мастеров спорта, сколько там Юрий Вениаминович говорил, там, 7-10 мастеров спорта. Прошлым, ну, да. Да, и постоянно это растет, количество занимающихся увеличивается, и тем самым как раз создается вот эта конкуренция, где позволяет результаты увеличиваться. И на фоне этого как раз алтайский край начинает лидировать, там, в возрастных каких-то категориях, там, в юношах, там, много людей в сборной команде. И потихонечку. Это радует. Да, здесь все, ну, в совокупности, и место, да, и, грубо говоря, материально-технические обеспечения, там, и тренерский состав, в принципе, и большое количество, вот в чем фишка, да, вот, в принципе, вот этих всех соревнований международных, которые проходили, это же был живой интерес у зрителей, у которых, там, родители, у которых дети есть, они посмотрели, да, классный вид спорта, классное место, в принципе. Летом вообще, ну, для детей постоянно ты на свежем воздухе, то есть ты работаешь, тренируешься, естественно, это такой толчок, да, вот, чтобы молодое поколение, молодые ребята приходили, занимались. Ну, а это, так называемый, вот, астрид, да, когда ты потихонечку-потихонечку, но рост у тебя, он будет в любом случае, потому что ты занимаешься каждым годом, у тебя мастерство повышается, и, в принципе, ты уже на соревнованиях показываешь свой уровень. Ну, и гребли – это такой многогранный вид спорта, физическая подготовка, зимой лыжи, штанга, плавательный бассейн и вообще большое разнообразие игровых видов спорта. Сейчас задам, если вдруг вы со мной не согласитесь, то поправьте, вот, гребли, она довольно-таки специфичный вид спорта, да, и вот у нас есть одна проблема, наверное, это климат, ну, или не проблема, а неудобство, да, где у нас полгода лежит снег, вот, а основа же это все-таки тренировки на воде, вот, тяжело ли не тяжело развиваться вот в этом плане? Смотрите, ну, то есть здесь надо понимать, что все равно существует вот как, ну, детский спорт, в принципе, это не так критично, то есть ты можешь заниматься, правильно вот Юрий сказал о том, что у нас вот сочетается в нашем виде спорта очень много других видов спорта, то есть у нас есть альтернатива, если воды, допустим, нету, потому что, ну, по погодным условиям, то ты можешь там на лыжах попекать, в бассейне поплавать, игровые виды спорта, в зале позаниматься тренажером. На тренажере погрести, то, ну, естественно, по мере роста твоего профессионального навыка и твоих качеств, естественно, это уже влияет, потому что, ну, все равно у нас водный вид спорта, и нам необходимо проходить определенный объем километража на воде, так скажем, нагребать или прогребать, поэтому, естественно, здесь уже, ну, скажем так, на высшем уровне, большого уровня спортсмена, они все равно уезжают уже, ну, в более теплые, там, либо это страны, либо это Краснодар, либо Краснодар, да. Точка притяжения. Вот, до пандемии мы очень часто все ездили за границу, ну, каких-то в сборной страны находились, ребята, были хорошие места, вот, после пандемии немножко все поменялось, но, тем не менее, ну, альтернатива есть, и это не так страшно, как кажется. Понятно, что погодный фактор, он существует, но в той же Швеции, в той же Норвегии, где есть также олимпийские чемпионы и призеры чемпионатов мира, это, ну, такой же климат, как, в принципе, и у нас, и это не мешает. Я хожу на воду в Москве, сейчас вот плюсовая, там, плюс один, плюс два, минус один, минус два, если река, на ней нет льда, растаявшая, то я хожу, грибу. Если есть такая возможность здесь, почему бы и нет? Я, когда в Екатеринбурге в детстве старшие ребята ходили, разбивали лед, а мы, молодые, гребли, там, вот, на этом кусочке, маленьком пятачке, и снег лежал по коленам, поэтому здесь нет проблемы, была бы мотивация. Желание. Гребли огромное сейчас внимание, после еще и прошедших крупных турниров. Юр, как думаете, ребенка в каком возрасте лучше всего отдавать в этот вид спорта, и можно ли назвать его дорогим видом спорта? Это недорогой вид спорта, и с 10 лет, мне кажется, самое оптимальное, как раз корсет мышечный, косточки чуть-чуть окрепли, и, ну, потихоньку, ну, мне кажется, вот 10 лет, это такое самое оптимальное. И у нас достаточно возрастной вид спорта, можно и до 40 лет грести, потому что есть, там, примеры чемпионов олимпийских из Германии, и всяких различных призеров тоже возрастных. Поэтому дорога длинная, и можно много успеть. Не торопиться в детстве, да. Лодка у нас, если мы берем в школу, да, в федерацию, примерно, там, Алтайского края, есть лодки, самые последние модели, весла, самые последние модели. И плюс сейчас у нас российское производство начинает, там, как-то налаживаться. Я уверен, что через, там, 3-5 лет, наверное, появится какая-то аналог той лодки, которая, там, в Португалии или в Польше самые сейчас такие топовые модели. Ну, скажем так, добавить, что все детские секции, которые существуют в стране, они бесплатны. То есть, поэтому приводите детей на греблю, и, я думаю, будет классно. Они научат их и плавать, и бегать, и прыгать, и играть, и грести, самое главное. И вообще, в целом, гребля – это красивый вид спорта. Внимание федерации уделяет работе не только с детьми, но и с родителями, да, вот насколько это важно, и сыграли ли ваши родители какую-то спортивную роль? Ну, вообще, как по мне, ну, все факторы здесь соединятся. Вот занимается ребенок спортом, понятно, что это, ну, в основном контроль сначала, там, большой родительский плюс, там, детский тренер. По мере роста, ну, уже подключается здесь и федерация, и школы, ну, то есть, вот как бы вокруг спортсмена строится как некий такой вот, ну, целый мир, да, из определенных людей, которые так или иначе влияют на его дальнейшую карьеру. И понятно, что, когда вот сходятся все, скажем так, звезды и все люди, которые вокруг, они, ну, максимально создают хорошие условия для роста спортсмена, ну, это понятно, что будет успех. Вот, поэтому здесь взаимодействие вообще всех, ну, и федерации, и родителей, и тренера, и самого спортсмена, оно очень важно. Ну, я считаю, что, в принципе, в нашем виде спорта это, ну, очень хорошее условие. Ключевое такое. Да, то есть, ну, везде, везде, ну, нет такого, что там федерация где-то, какая-то, чья-то, какая-то федерация какого-то региона ставит палки в колеса, но это, ну, кажется, неправильно. Потому что любой спортсмен, он выбирает свой путь, и как по нему пройти. Плюс у него есть тренер, плюс родители, плюс, естественно, должна быть обратная связь с руководством школы, федерации, всего остального. Друзья, спасибо вам большое за беседу, будем рады вас видеть еще раз в нашей студии. На этом наше время, к большому сожалению, подошло к концу. Любите спорт, и он ответит вам взаимностью.